всем привет добрый день мне вчера кое-что привезли на работу но у меня уже дома не было не привезли в 2.30 и сказали что оставят в баре тут у нас бар небольшой есть вернее у нас есть один там но мне оставили там в другом артина вот я к нему уже один раз ходила он закрыт был и сейчас не знаю то ли в 12 так столики стоят значит пойду спрошу посылку там оставили мне раньше хорошо магазине у сестры оставляли а сейчас она живет на так высоко и не многие не добираются сейчас пойду посылку заберу ходила полчаса назад буквально было все закрыто вот забрала я вот купила написано было карреус почта ну я думаю знаете как если меня даже не будет сейчас эту почту поставят на почте но оказалось какая-то почта экспресс ты моя радость розовая душа я не такой розовый ну в общем он мне позвонил говорит я оставлю там в этом его ну давай оставляем какая разница ты моя розовая душа уши розовые остались уши розовые остались да да так что все забрала посылочку можно домой собираться точнее поеду в меркодону за продуктами давно не было правда целых не дня два наверное пойду переоденусь вот такой вот у нас парковка здесь так в общем-то прохладненько машине до того как сюда доехать включила кондер чтобы было прохладненько и моя рыба будет ждать меня там пока я ему куплю вкусный вкусняшки так ладно пойду а то загляделась меркодона меркодона хотя мне один клиент сказал что в алькампу намного дешевле чем в меркодоне но я иду не из-за дешевых как не из-за дешевизны просто мне нравится блин а тележек ни одной нету твою дивизию когда говорю ни одной это значит ни одной пойду вниз хожу тут тоже кстати ни одной нету все тележки разобрали нету тележек зато здесь есть я большие не люблю вот маленькая и клуби клубцев маленькая тележка я люблю маленькие все равно я столько много не набираю прикол блин все тележки забрали вот все мои покупки шпинат цены вам сказать нашла в общем анчоус где вы а вот они вот эти что-то мне они прям ран понравились авокадо вообще суперские три штуки стоят евро 65 шампиньоны здесь у нас вот такая упаковочка 330 грамм евро 30 как вы могли бы заметить так пап этот туалетная бумага там она большая 12 штук 382 вот такие вот эти мере пыль буду убирать удобно очень достал вытер и выбросил она у нас стоит евро 35 разные вкусняшки для чарли они все по евро 35 две штуки ему взяла так морковка она у нас 69 здесь килограмм шестьдесят девять центов и этот твор твор ой твороговорю вместо сметаны хотя я и сметану не ем и йогурта не много у меня в планах пельмешки отварите и вот с греческим йогуртом который стоит у нас евро 9 евро 9 центов шпинат евро большая это еврик стоит лук вот такой свеженький только что выращенный евро 15 22 реки сона вот такой по евро каждый кукуруза кукуруза здесь евро 55 подешевле два початка евро 55 и диска хочу окрошку сделать евро 10 мидии мидии сегодня были у нас по евро мидии килограмм евро 95 вот такие вот мидии если она открыта и не закрывается то она нет это на закрывается если не закрывать 100 дохлая вот например вот эту сколько я не пыталась закрыть она не закрывается она дохлая и и выбрасываем так молоко вот такое взяла но я всегда его беру 71 центов потом стевия сахар не закончилась вон видите пустая валяется здесь 200 грамм так стевия у нас сколько 2 96 стоит кефир показала кефир вот евро 40 я купила кильку бы кирон из или хамса я не знаю что это есть килька хамса у нас она 5 95 килограмм только вот я знаете что то не заметила 401 а так я же вам рассказала про мидии господи значит килограмм стоил 5 95 у меня 600 почти 700 грамм я их сейчас сделаю на гриле или в ду или в микроволновке я вот стою думаю пока буду чистить мидии надо вот это вот все домики вот эти вот убрать ножом я это не люблю делать но может тоже не буду ждать и вот эти волосики тоже убрать так что может приготовила сейчас быстренько почищу я уже здесь почистила чеснок добавила сейчас обжарить чеснок добавлю мидии добавлю вино которого у меня нету но у меня есть ламбруска но такое какое-то сладенькое надеюсь подойдет может там пиво банка завалялась или что не думаю с мужем то у меня чтоб пиво завалялось придется ламбруску добавить они даже барбадии и ламбруска это нет это барбадии когда у меня родственники приезжали помните открыл вот стоит все хочу вкусно будет какая разница вино и вино батарейка садится пойду батарейку заряжать и чистить мидии а вот и обед подоспел рыбка микроволновки сделал посолила поперчила добавила специи и на три минуты в микроволновку ну а это чесночок обжарила добавила мидии солить мидии не надо в них уже есть достаточно соли петрушечки кинула немного венца влила и гаспачо всем приятного аппетита стою на светофоре еду на пляж погода 34 градуса в машина показывает а там правда или нет я не знаю выбросила мусора он зараза потек и такая вон такая воня аргентина ямайка 50 почему пакеты рвутся я не понимаю едем дальше а еще почему они так воняют треки пик и мы до одной рукой как-то не 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 водится видите они идут прям вот не смотрят даже едет машина не едет машина должна я быть внимательны и смотреть а они им похеру мой полиция едет а я тут снимаю так помните я показывала знак который запрещу запрещено ездить все запрещено какой-то умник его взял и закрасил точнее не какой-то умник а видимо владелец бара какого-нибудь пляжного вот тут нельзя ехать нельзя парковаться почему если пляж находится вон как далеко даже пипец какой-то в общем кстати про пляж вы спрашивали в 10 ли здесь туалеты раздевалки и все такое здесь все есть вот это например здание это красный крест вот смотрите здесь если вас кто-то укусил или что-то можно сюда обратиться вам помогут вот там рядом туалеты видите девочки мальчики там же можно и переодеться я так думаю но вы знаете здесь никто не переодевается вот так вот чтобы идти куда-то и переодеваться здесь такого нет я вам покажу сегодня как я это делаю все банально прикрываем с полотенцем здесь как-то я не видела чтобы знаете сходили вот в эти вот и они тут на каждые не знаю 100 метров или 200 не знаю вот такие вот палатки стоят где можно переодеться сходить в туалет но мы в туалет ходим по старинке например по маленькому в море а вы разве так не делаете мне кажется так делают все но если уж по большому приспичило туда нужно бежать это мы как-то делом вот в бар идем и берем кофе и делаем все свои дела в общем нет таких каких-то проблем огромных сходить там в туалет или а переодеваться я говорю мы переодеваемся все около машины закрываясь полотенцами вот видите там вот опять идет переодевалка на а я вот здесь останавливаюсь потому что вот здесь вот за пальмами находится душ я искупаюсь по плеска юс и иду в душ иду в душ далеко не буду парковать и потом прикрывшись полотенца снимаю сырой люфтик в общем сырок купальник снимаю когда обиваю сухой а когда и без него у меня машина рядом с домом поэтому в одном платье я могу прекрасно добежать до дома зачем он мне нужен это ну вот сегодня я например хочу валькампу заехать после пляжа поэтому я взяла еще такой сухой холодильник хотел сказать сухой купальник вот и переоденусь видите у нас полицы ездит все кулюторно вот мусорка находится там вот переодевалка находится ветер небольшой вот видите еще одна переодевалка туалет ну я не знаю кто туда ходит туристы наверное которые не местные мы вот так вот полотенца надела на себя и переоделся еще хочу не тележки спать испачкалась мусорки не хочу ее помыть чтобы она мне дальше не воняло как вам такая идея мне кажется оригинально да такие ребятишки хорошие там в душе стояли видят меня с тележкой они так недоумевающе на меня смотрят скажет что эта тетка хочет и такие она говорит ждет нас ну и ушли такие все главное там три душа не все втроем ушли я помыла тележку сказал им спасибо пылище какая-то а я иду как с моей сегодня по моему народу больше что ли я прям иду иду когда и напротив вот этой вот штуки сажусь а там час занята ну да надо надо сегодня кремом намазать я вчера не мазалась муха села зараза и живот покраснел и течки не течки а декольте а сегодня надо намазать бузон как орет стою на распятие хочу взять дыню смотрите сколько здесь разных дынь сортов я хочу вот эту желтую ну блин она вообще нифига ничем не пахнет как их выбирать я вообще не представляю потому что я всегда привыкла выбирать овощи и фрукты блин на запах скажем так но они нифига ничем не пахнут а я такие ни разу не пробовала это мне что-то вызывает доверие вообще знаю что вот эти вот зеленые нужно выбирать вот чем больше вот таких штук тем лучше и вот должно быть мягкая не знаю а хочется попробовать возьму попробую смотрите сколько разных дынь вот это какую-то в роду не пробовала что и за дыни такая арбуз кстати взяла черный на 480 черешни уже все капец нету ой это авокадо надо одну штуку взять все прожила черешни я люблю вот какая-то дыня непонятная тоже нифига не пахнет это тоже какая-то она знаете нас не такая как все потом а экологика экологична экологична логичное что экологична авокаде к взять промо сьем авокаде к прошлый раз брала то уж такое крупное такое вкусное было вообще тоже пили переспелы вот это возьми так что там нажимать двести сорок четыре ну все пойдем знаете я дома уже пришла где-то минут сорок назад знаете чем я занималась вы сейчас умрете от смеха в общем я заехала в лидл на свою голову я купила вот такой не знаю что это как и назвать но туда можно складывать я думала он побольше скажем так и может быть думал одеяло до складывать или думаю если сюда не подойдет то в прихожку поставлю но мне кажется вот так симпатично с цветами там вот и ой там уместилась чарлины игрушки и вот так мне кажется очень даже симпатично даже еще какой-то цветок влезет вот этот стол мне совсем не нравился его надо выбросить вот а вот этот стол вот вот этот вот который цветок стоял надо сейчас протереть это тут мужу пускай он тут иногда кушает или еще что-то жует в общем вот так вот так вот представляете съездила в лидл смотрите смотрите какая красота о май год о май год о май год в общем пишите свои комментарии как вам нравится не нравится мне очень нравится я его сейчас полчаса собирала вот все как положено там он все открывается и мне кажется он прекрасно вписывается в мой интерьер а классно же классно симпатичный да так вот что тут цветы у меня вот видите листики может быть ему жарко или что ему еще или знаете что я тут еще грешу мы вот включали вентилятор пару раз сильно прям ночью ой ночью ну вечером и он дул а я читала что сквозняки на него не надо вообще фиг его знают летом может быть цветы не это не того фиг его знают фиг его знают это я тут смотрю эти мне тут пахучие эти свечки но это буду чарли кушает я вчера с мужем ругалась он ему каждый раз как на кухне идет дает ему вкусняшку чучи вот эти я как называю я короче говорю ты его задолбал говорю ты же не можешь это ешь ты конфеты каждый день конфеты печенье и помрешь через неделю а почему собаку мою убиваешь потихоньку сейчас пишет все я больше никогда не буду давать чучи вкусняшки потому что он вообще не жрет ничего только ждет когда ему вкусняшки дают сейчас гляжу слышу кто ест этот сухой корм сухой в корме сухом самые витамины там все сбалансировано причем я ему даю покупаю хороший корм единственное что с сухим кормом нужно очень много воды чтобы они пили я ему всегда даю очень много воды смотрите у меня сейчас солнце сюда он такой водохлеб а еще смотрите розочки видите им тут хорошо на балкончике на этом видите как вот эти стрелки я обрываю потому что они потом съедают весь цветок стрелки и все от цветка ничего не остается что я с ними сделаю вот так ой упала упала как же так как же так ой жара девочки и мальчики это пипец какой то я вышла с пляжа приехала на пляж 34 градуса уехала в восемь часов 35 ну посмотрите красота мне нравится в лидоле продается такой штука в лидоле вообще много всяких интересных штук сейчас чарли поест и пойду дыньку пробовать погулять уже с ним не пойду потому что время около 9 ну не около 9 я устала собирать его а я знаете какой человек я человек я не люблю ждать в том смысле ну вы знаете уже что я не люблю ждать что мне нужно вот прям сейчас если я его купила значит мне его нужно собрать и чем быстрее тем лучше и от того что у меня продолжительное долго все это делается я начинаю нервничать особенно если что-то не получается мне нужно все быстро все все быстро но профессионально и хорошо и качественно то есть мне не годится вот это вот тяп-ляп нет мне нужно собрать чтобы все было красиво но быстро мне кажется очень даже симпатично вот так вот пойдемте пробовать дыню ну пахнет прям очень вкусно как наши дыни в деревне были не помню боже какая она вкусная ммм как у моей бабушки росли ммм как наши стамбовские с огорода ммм обалденная а не скажешь видишь ммм я люблю есть вот так чтобы знаете вся грязная все равно сейчас в душ пойду ммм мой ужин ммм очень вкусные хорошие дыня вот такие желтые берите не пожалеете я уже вышла из душа хожу и грущу ни в Алькамбу ни в Меркадуне ни в Лидоле не в Лидоле ее больше нет прощай до следующего года я тебя очень люблю очень 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 но почему ее нет круглый год все есть клубника есть черника есть или голубика хрен его знает арбузы дыни а черешни нет круглый год то что я люблю нет а буду доедать мне там еще на разочек осталось так ты больше там не сиди ждет вкусняшек поел называется и третьей части не съел буду с вами прощаться до завтра завтра уже пятница развратница так что всего вам наилучшего и всем пока пока до завтра да до 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 Продолжение следует...